Маткульт, привет всем, друзья! Хочу сделать напутствие девятиклассникам, тем более, что у меня есть дочка в девятом классе, Галя. Вот, значит, я получил здесь вариант ОГЭ. Ну, естественно, не той, которую вы будете писать, а тренировочный. Вот, ну а все равно, этот тренировочный вариант мне прислал мой друг, который, ну, там, немножко репетиторством занимается в том числе. И он, его вопрос, такой немой вопрос был, ну, грубо говоря, что за нах, что называется, да? Я прошу прощения за такую немножко хулиганскую форму обращения. То есть идея такая, в тренировочном варианте первые пять задач относятся к какому-то колесу, на котором что-то написано, и надо вчитываться в страницу примерно текста. Ну, окей, с картинкой, страница вместе с картинкой, то есть полстраницы, внимательно вчитываться перед тем, как вы начинаете вообще что-то решать и вкуривать. То есть он как бы, он совершенно не похож, да, на то, чему вас учили в школе. И вот вопрос моего друга был, как это так, как вот вообще министерство образования может давать такие задачи. Значит, у меня по этому поводу есть ответ, который состоит из двух частей. Первое. В соляной кислоте плавать тяжело, это как в анекдоте было, да, там. Первый спортсмен утонул через три метра плавания. Второй спортсмен протянул пять метров и утонул. Да, непросто плавать в соляной кислоте. Так вот, в соляной кислоте плавать непросто. Но надо собраться с духом и понять, что вам придется это делать. Сегодняшняя политика, министерство образования, как я ее себе понимаю, состоит в том, чтобы прекратить давать образование, но усиливать контроль за ним. То есть будут все более строго спрашивать и все меньше учить. Это та реальность, в которой живут все школьники нашей страны. Соответственно, это вызов вам не падать духом, не истерить, не плакать, особенно к девочкам, да, которые выучили все наизусть, но не знают, где там какую формулу применить. А понять, что над вами ставится эксперимент, и вы должны его с успехом пройти. Итак, это первая половина сообщения. И так теперь будет всегда. То есть как бы все, детство закончилось, теперь вы плаваете в соляной кислоте. Теперь как это сделать, как научиться в этой соляной кислоте плавать? Смотрите, задачи, которые здесь предложены, они на самом деле очень интересны и практичны. То есть если бы, грубо говоря, именно им в школе учили, как подходить к реальным практическим задачам и потом их решать, то это ровно то, в общем, что и надо, что и требуется от базового образования. Человек, который базово образован, должен быстро смекнуть, какой размер колеса там на его машине, какой пробег где-то, сколько там времени займет, то-то, то-то. Ну, такой вот нормальный навык работы с реальными цифрами. Вот там мне прислали, например, размер участка, мне нужно его быстро посчитать его площадь, там какую-нибудь формулу Герона, да, применить, чтобы не звать оценщика за 20 тысяч рублей. Ну, то есть это как бы, это действительно очень хороший навык. Поэтому все волю в кулак сжимаем и давайте решим вот эту первую задачу, чтобы вы, ну, как бы я вот первый раз, я вам помогу, а дальше вы уже сами, потому что на самом АГ может быть совершенно другая первая задача, да, может быть вообще ее и не будет, а будет вообще что-то совершенно не о том. Но в любом случае вы должны быть готовы к практически формулированным задачам. Итак, поехали. Часть 1. Ответами к заданиям 1.19 является число или последовательность цифр. Прочитайте самостоятельно текст и выполните задание 1.5. И вот вам дай новое колесо автомобиля, на котором написаны загадочные цифры 195-65-R15. И вам объясняют. Видите, я даже круглого написал, потому что они на колесе. И вам объясняется следующее, что первое число, 195 в приведенном примере, это ширина шины в миллиметрах. Вот у вас шина, да, вот она, вот эта вот в миллиметрах, 195 в данном примере, ширина шины. Идем дальше. Дальше, значит, второе число, 65, в приведенном примере, процентное соотношение высоты боковины к ширине шины. Процентное соотношение высоты боковины к ширине шины. Что такое боковина? Ну, представьте, как шина на самом деле такая толстая, да? Вот есть внутренний, внутренний, да, диаметр. Ну, тут на картинке, кто видел эту, соответственно, картинку, но кто нет, посмотрите, сейчас вот здесь мы скинем этот вариант. Значит, вот это вот h ширина самой вот этой боковины, да? Вот, дальше идет d, это внутренний диаметр, и снова h, понятно. Вот, ну и все вместе называется внешний диаметр, это и есть размер колеса. Вот, значит, процентное соотношение высоты боковины к ширине шины. Вот, соответственно, высота боковины, да, высота боковины делить на ширину шины b, вот она b, это как раз 195, ну, вот равно 0,65 в данном случае. Вот, то есть h равно 0,65b, раз в 65%. А следующая буква, это вообще интересно, следующая буква это в дюймах уже. Значит, r это шина, ну, точнее буква r это шина радиальная, но это какая-то, это можно пропустить в данном случае. Тут еще важно понимать из условия, что нужно читать, а во что не нужно вчитываться. Вот, а дальше число указывает диаметр диска колеса в дюймах. Вот, и дюйм указано, что это 25,4 миллиметра дюйм. Вот, соответственно, вот этот вот диаметр d, он в дюймах. Так, то есть все как-то вот, все, ну, что называется, не прямо, не напрямую, но вот исторически сложилось так, что это все записывается таким образом. А нужно обсчитать все колесо, по сути. Вот, ну вот, там дальше возможно какие-то дополнительные маркировки, но это уже тоже можно не читать. Итак, дальше говорится, что завод выпускает вот такие, 175 делить на 70, r12, вот такие выпускает завод. Ну и дальше несколько задач, которые на самом деле все достаточно простые, но, да, они требуют вот определенного погружения в эту всю кухню, да, автомобильную кухню. Завод допускает установку шин с другими маркировками в таблице, показаны разрешенные размеры шин. Значит, соответственно, вместо такого, может быть, ситуация 175, тоже 175, но там будут другие параметры, а также 185, 195. Вот, и, соответственно, диск, вот, это вот ширина этого самого, диаметр диска бывает 12, 13 и 14 дюймов. Но 14 не бывает, то есть тут указано столбик с 14, но в нем ничего нет. А вот разновидности бывают вот здесь, здесь может быть, значит, 175 на 70, вот, а здесь может быть, значит, 175 на 65, 185 на 60 и 125 тоже на 60. Вот, что нам дано. Шины какой наибольшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 13 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах, то есть дюймы надо будет перевести в миллиметры. Шины какой наибольшей ширины можно устанавливать на автомобиль? Ну, соответственно, где у нас тут ширина? Ширина у нас, значит, ширина, 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 ширина это B, правильно? Ширина. Первое число обозначает ширину шины в миллиметрах. Ну, это просто, да, то есть нужно посмотреть, где самая большая ширина указана. Ширина, самая большая ширина 195, вот она, да? Капитан очевидность говорит, что 190, а, если нет, а, ну да, если диаметр диска равен 13, значит, самая большая ширина будет как раз 195, он здесь есть. Хорошо, дальше, значит, вот, соответственно, видите, первый уже просто так, чисто на то, что вы въехали, да? Второй, найдите диаметр колеса автомобиля выходящего с завода, вот. Ну, давайте вторую решим, остальные уже вы сами прорешаете, вы уже поймете, что ничего, как бы, сложного в них нет. Значит, что такое диаметр, да? Диаметр, диаметр это D плюс 2H. Вот, дальше D надо перевести из дюймов в миллиметры, поэтому, значит, этот самый, вот он, 12, да, умножается на 25,4. Потом берется 2, дальше у нас H, соответственно, H, это B умножить на вот это процентное соотношение. 2 на 0,7, да, на B на 175. Ну, вот, посчитайте это число, это и есть диаметр. То есть просто очень аккуратно все переводите куда надо, дюймов в миллиметры. Если вам дано отроцентное отношение, значит, умножаете на число, получаете число. Ну, вот, то есть, в принципе, в принципе, так-то ничего сложного. Претензия только одна. Вы спрашиваете, дорогие минобразованцы, да, здесь и то, чему вы детей не учите. Ну, да, а вы, дорогие девятиклассники, всем желаю удачи. Welcome to the real world. В реальном мире вы будете плавать именно в соляной кислоте. Маткульт, привет!